я раскладываю обсыраю либо еще что-то унижираю и не заслуженно другие автоподборы которые работают как бы нечестно в моем понимании то что они подбирают машинные перекупы и прочее посмотрите на водительское сиденье ребят это пробег 100 тысяч действительно родной пробег как вам боковушка будьте меня в комментариях давид что вот я типа не лежит мне душа к таким машинам не лежит народ всем привет соната найдена нами машинка прежде чем начнем это видео я что хочу сказать вы знаете меня дать и что смотрят слышали про то что есть видео в которых как бы по-вашему я раскладываю обсыраю либо еще что-то унижираю и не заслуженно другие автоподборы которые работают как бы нечестно в моем понимании то что они подбирают машинные перекупы и прочее но к чему я пришел не все так работают и конкретно в этом видео пример сейчас мы подъедем я спрошу как называется этот автоподбор как автоподбор тут называется автоселект сейчас встанем обратно ребят автоселект я не рекламирую этим ребята мне ничего не заплатили абсолютно не копейки но но нашел вадим автомобиль вот это вот сонату описание машины ссылки в описании под видео в комментарии чтобы много не рассказывать какого она года и так далее эту конкретно машину нашел авто подбор автоселект своему клиенту клиент получается главврач в клинике то есть он стоматолог вот в чем секрет что я задал вопрос или действительно ли автоселект вот такие классные честные люди действительно ли вот они не смотрят автомобили от перекупов и так далее да но что мне сказал продавец автоселект красавчики от меня лично вам лайк работайте в том же духе и рекомендую всем автоподбором которые подбирают своим клиентам автомобилей делать так как делает автоселект и как делаем мы ищем машину исключительно и только от собственника вот это было не реклама это просто вот не только все плохое говорим как видите и честно просто говорим и все хорошее вот соната ребят в чем фишка этой машины в чем секрет этой машины я когда приехал увидел машину и сразу понял ну открыл только салон я понял что вот ну не совсем по состоянию салона она выглядит на свой родной пробег сейчас вам покажу сто пять тысяч пятьсот шестьдесят четыре километра вот кнопочкой заводится кому интересно вот видите вот это вот сделали управление заслонкой дефлектора воздуховода вот но ноги так как вольво такой человечек как бы сидит сидение с голову с подголовником единственное что подголовничек этот не работает вот это вот клацается нажимается видите потом лобовое стекло ноги просто вот середина ноги середина ноги а вот это не нажимается вот ребят по космосу и признаком только увидел этот этот автомобиль я сразу вот как-то вот у меня ну запалось сомнение что здесь вот такой от родной пробег это видео для тех из серии того что не всегда автомобиль с маленьким пробегом выглядит на свое состояние не всегда машина с очень большим пробегом выглядит на свое состояние я в своей жизни приведал автомобили с пробегом за 300 тысяч а по состоянию как новое просто человек за ней следил точно так же вот экземпляр сегодняшний машина с пробегом 100 тысяч полностью подтвержденная история это второй хозяин уже все делалось у официала все отметки в сервисной книжке более того этот автомобиль есть в базе по кузову ничего ни один элемент не красился все стекла за исключением лобового лобовое менялась все остальные стекла родные панорамные стекла тоже люка вот и да да по следам эксплуатации она не выглядит так вот этот вот случай я хочу вам показать то что бывает такое и не всегда вы смотрите на состояние косвенных признаков потому что очень часто сервисные книги подделаны перекупы берут расшивают сервисную книжку распознают файн ридером либо еще какой-то программкой вшивают обратно заезжает на ту станцию где она как бы до этого обслуживалась делают отметку там техническая мойка либо просто диагностика ходовой и все и вшивают остальную историю как бы она есть поддельную делают мокрые печати это все делается на сегодняшний день не ведитесь на сервисные книжки ведитесь на что на если машина не совсем соответствует по косвенным признакам если есть официальная история есть она в базе и действительно пробег подтверждается что не скрученный ну берите если нет ну значит как бы значит лучше не стоит брать здесь же вся история есть все классно ну немножко по сиденью вы сейчас будете хотите потому что есть моменты которые действительно не сильно соответствует пробегу но он реальный то есть это пробег вот такой вот просто вот так вот просто качество хендай либо у человека который ездил так относился к автомобилю давайте покажем вам машину как она выглядит значит дверная карта смотрите кнопочка складывания зеркал все складывается все работает с той стороны тоже обратите внимание как она вытерлась она вадим потом в конце видео в макро покажет не переключайтесь вам будет интересно посмотреть это родной пробег 100000 руль тоже гляньте как повытиралась вадим все этого макро покажет вам будет куда лучше смотреть на это все посмотрите на водительское сиденье ребят это пробег 100000 действительно родной пробег как вам боковушка покажу как она выглядит что там такое это я протирал я же думал ее вытереть мы же нормально не помыли но блин только хуже сделал я уже на свою смотрю синенькую огонь то что мне надо самое интересное вот тоже макро покажем вот смотри качество хендай вадим потом снимет в конце кому будет интересно вот смотри это не крашеное это все родное видишь жуки полезли на мою не тогда в конце и причем их тут много я находил сейчас еще покажу да иди макро поснимать еще смотри я такой думаю да ладно типа действительно а можешь открыть центральный замок кнопочку нажать такой думаю действительно не крашеное все надо же посмотреть мы все всегда смотрим не 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 что-то не открылось а ну с ключа откроет там ключ лежит в этом думаю надо же посмотреть действительно ли так вышит жучки тут есть вот жучок вот жучок да я такой типа подхожу такой думаю не надо же посмотреть снизу посмотрели там по болтам все чтоб не приканулся типа не откручиваясь не снималась думаю сниму-ка я аккуратно вот эту клипсу но впадал был отвертку доставать думаю под усилием а так чуть-чуть нагружу чтобы она отскочила хрусь хрусь реально вот качество хендай то есть она просто у меня тресного в руке но кстати воде вот сразу с ними вот макро вот эти от болты действительно никто ничего не крутил то есть действительно тут все родное в макро чтобы людям было понятно и вот это вот я сломал и она не крашеная ничего но иначе пошли уже рыжих и по качество вообще желает лучшего него мой дальше ну в пень короче вот как-то так произошло сейчас покажи количество этих рыжиков сколько их тут я сейчас буду находить говорить раз-два потом есть еще а вот смотри огромный причем это не крашеная по-моему по металлу вообще ничего не крашена потом где-то тут большие я вот 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 смотри раз тоже рыжик сдутие пошло потом вот уже она типа треснула стрельного глянь как скол образование такое пипец ты техпаспорт сфотка все скинешь метода поснимает это до макро я пробегу с толщиномером сам пока водим снимает макро я вам пройдусь прибором покажу бегу что она действительно ничего не крашена по машине все кнопочки самое главное знаешь что с ними подробно с ними подробно сервисную книжку то что действительно эта машина официальная вся история и пробег честный потому что судя по сидению они будут писать в комментариях тому тут скручен скрученный про скрученный конечно скручены смотрите я по разу на элементе вам пройдусь чтобы у вас нет не возникало никаких вопросов криво это криво приложил вот это не значит что крашена просто если криво прикладываешь криво сейчас вот там где рыжики полезли ничего ребят ничего не красилась криво самому все-таки неудобно видите на одном месте 140 и 100 показывает ну что криво приложил прибор вся машина такая это пластик ребят ну и панорама потому не берет все понятно да то же самое здесь чтобы вы знали для себя что там ничего не должно показывать я вам показал не потому что для того чтобы вы знали когда будете приходить на осмотры автомобиля то есть все в родном окрасе абсолютно и один проемчик вот этот а где-то там должна быть мы же увидели нашел я еще знаю что хочу так быстренько сможешь показать подкапотку в макро болты то что там никто ничего не крутил чтобы не возникало вопросов каких-то вот ребят это для тех кто будет искать сам чтобы вы знали толщина лкп проема то есть как то так сзади вообще все отлично видите салон прикольный кстати цвет напишите в комментариях вам нравится мне нравится и еще и газ стоит и газовую книжку тоже потом сниму эти не буду мешать я буду тут рассказывать расскажем не то что ты свое будешь рассказывать короче я к чему к тому что все таки есть варианты когда действительно даже вот я человек на опыте я приехал я первый раз увидел и подумал что тут скрученный пробег но тут все честно все классно поэтому всегда смотрите историю это важно машина может быть с небольшим пробегом выглядеть ну чуть-чуть потрепанной по салону люди разные может быть машина с очень большим пробегом а по салону быть как новая и если истории нет ни там ни там то всегда нужно ну копать и находить ее по пробегу в этой машине вы не ну особо нигде не достанете его и не сможете как на немцах типа вот найти правду здесь к сожалению не подкапотку открою покажу соната ладно тогда надо сесть честно как мне соната до mazda лучше серьезно mazda лучше я вот что хочу сказать соната ну она как бы как ни крути это не премиум сегмент но они себя так позиционируют как минимум вот всякие панорамки всякие прикольщики но 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 вот я хочу сказать я вот понятно сравнивать настоящий какой-то там действительно действительно не псевдопни какой-то премиум сегмента настоящий премиум то эта машина эта машина ни хрена вообще не пнил но не премиум это просто тоже elantra только чуть больше лучше чуть комфортно рулится классно вопросов нет камри давай гуляй до свидания реально камри по сравнению с этой в плане управляемости говно ну вот но в плане комфорта камри чуть помягче а так один хрен честно что камри не какой-то не прямым класс это просто машина ну типа большая с какими-то комфортными прикольщиками и там бесключевой доступ старт-стоп автомат подогревы то есть в принципе то что на сегодняшний день любой нормальной машине это есть здесь как бы ну так короче эмоциями да еще плюс быстро скажу пока эмоциями расскажу вот человек отдал еще пол бака бензы это очень приятно со стороны продавца в плане эмоций вот честно не буду врать и и говорю как есть их тут нет вообще просто машина тупо везда машина ездить и все как ванна 7 не будут большие эмоции знаешь почему да мне насрать потому что на него это уже эмоции куда посмотрим подкапотку ну да короче ребят ну как то так но я не люблю корейцев не знаю короче не знаю будьте меня в комментариях давить что вот я типа не лежит у меня душа к таким машинам не лежит что там уаннас я сегодня куплю себе но видео с уаннасом вне очереди выйдет этот ролик через месяца три уаннас вон он стоит булочка моя а тебе как все будем работать на нем теперь чё псевдо не псевдо я псевдо не псевдо премиум класс но зато газовые опоры хоть поставили мазда научить газовые опоры ставить ну да не но есть нюансы которые как бы свежий газ действительно свежий не так как некоторые ставят газ вот недавно поставил вот гляньте на редуктор он новый просто книжка газовая все тоже с пробегом ты кстати видео снял с газовой книжкой на вот видите мозги стак кому интересно но мы сейчас не будем это снимать мы можем попробовать подковырнуть стоит врат сломаем еще это но у меня отвертка лежит я люблю мать видите ладно короче там все нормально мы там смотрели ты знаешь как покажи открой дверь они тут да я знаю поролоновые тут нет не будет видно на видео нормально ладно короче тут есть а так отогнуть то можно увидеть но на видео вы не увидите все равно это короче поверьте нам нас ваше там все хорошо что мы это все смотрели ну да поснимающим может стекла в оба же жменяный а я буду закругляться ребят будем закругляться потому что еду а нас себе покупать для работы мы с водимом будем на ланасе ах как хочу на ланасе есть вот ребят ставьте лайки что вы думаете думаете по поводу сонаты пишите в комментарии а цена 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 нужно озвучить ценник ты должен ценник озвучить можете сбоку ценник озвучить наш клиент озвучит ценник потому что у меня уже телефон садится цену привет кстати дате привет я твой номер оставлю тогда под видео в комментариях оставлю все цена 16 16 кстати напишите на кого ты похож как мне кажется что на жаре каримаза ну не знаю ну мне так показалось и у тебя жига тоже было это кому как да десятка была ну да как и у него ладно все поэтому ну типа все ну ты доволен пока конечно ну пока да ну ты кстати пиши в комментариях будешь ли ты потом доволен это очень важно это мечта пока пока то есть действительно тут все родное в макро чтоб людям было понятно и вот это вот я сломал и она не крашеная ничего но иначе пошли уже рыжий качество вообще желает лучшего не ломай дальше короче вот как-то так произошло да я закрою сейчас покажи количество этих рыжиков сколько их тут а вот смотри да умный причем я же так на сверху все люди видели это не крашеная не крашеная вообще ничего не крашена потом я тут большие а вот вот смотри раз тоже зафиксировал потом вот уже она типа треснула стрельнула глянь как скол образование такое да 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 и но сверху кстати я не увидел конечно поснимает это дамагра я пробегусь толщиномером сам все кнопочки и самое главное знаешь что с ними подробно сними подробно сервисную книжку то что действительно эта машина официальная вся история и пробег честный потому что судя по сидению они будут писать в комментариях кто мне тут скрученный пробег скрученный пробег скрученный скрученный конечно скрученный мы скрутили это тот случай когда машина может быть вот так вот вылетится и пробежим слышишь я в панораму шо? шо в панораму втекнул? шо в панораму втекнул? никто не отрицает что можно втекнуть в панораму шо в панораму С той стороны также есть Вот Вот эти вот Потертости Присмотритесь Эти вот потертости Видите? Как царапина Это от ключей Кто-то в заднем кармане возил ключи Сервисная книга Выпускать сам Чтобы вы знали Эти толщину В какой прием Может Первый делится знает ее Кому интересно Остановите Посмотрите Шестнадцатый год Семьдесят четыре тысячи пробегов И еще Игнас стоит Игнасовую книжку Тоже потом снимет Я тебе не буду мешать Если я буду тут рассказывать Ну рассказываем Не то что Короче Я к чему Потому что все таки Есть варианты Когда Действительно Даже вот я Человек на опыте Я приехал Я первый раз увидел И подумал Что тут в случае не пробег Но тут все часто Это классно Поэтому всегда Смотрите историю Это важно Машина может быть С небольшим пробегом Выглядеть Ну чуть-чуть Потрепанным По салону Люди разные Может быть машина С очень большим пробегом А по салону Быть как новая И если истории Нет ни там Не там То всегда нужно Ну копать И находить ее По пробегу В этой машине Вы ну особо нигде Не достанете его И не сможете Как на немцах Типа вот Найти правду Здесь к сожалению Нет Под капот Есть Там Там Свежий газ Действительно свежий Не так как некоторые ставят Вазовый Незавтра поставил Вот гляньте на ряду Там новый просто Книжка газовая Все тоже с пробегом Ты кстати Видели сразу газовый клипс? Да конечно Да вот видите Вот здесь Тут снимаются клипсочки Одна вторая Ну мы сейчас не выберем Постанавливать Мы будем попробовать Не 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 стоит Не стоит Вань Стоит Врат Сломаем все Ну у меня Не надо Не надо ломать Я люблю Ломать Идите Так все Не ну ты Засыни его Обратно Короче Там все нормально Мы там смотрим Дашь как покажи И внутри Показать А нет Тут же Да Не знаю Порвановые Тут не будет видно На видео нормально Ладно Везде смотрите Ребята Везде Я уже Ты должен Ценника Звучить Простите Сколько Ценника А Классно Ребята